Абракия. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 1 по 16 стих. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена, мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную. Или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Ибо неверующий муж освящается женою верующую. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Размышления, часть первая. Супружество и секс. Первое послание Каримфинам. Седьмая глава. С первого по седьмой стих. Каримфская церковь уже обращалась к Павлу с вопросами, касающимися сексуальных отношений и брака. И он немедлит с ответами. Как мы видели во вчерашнем отрывке, в Каримфе искушение подстерегает на каждом шагу. Поэтому Павел наставляет супругов, чтобы они, дабы избежать искушений, проявляли любовь друг к другу, регулярно прибегая к интимной близости. Некоторые каримфинские верующие считали, что секс между мужем и женой – это зло. Но Павел исправляет их заблуждение, подчеркивая, что в браке это благо. Бог подарил нам интимные отношения, как прекрасное выражение любви, взаимные заботы, единства супругов. Он установил для нас определенные границы, чтобы мы могли испытать во всей полноте, какое благословение таят в себе сокровенные брачные узы. Секс – это Божий дар, предназначенный для удовольствия в браке. Молитесь, чтобы у вас была возможность наслаждаться этим даром в соответствии с его предназначением в тех рамках, которые определил нам Бог. Размышления, часть 2. Супружество на всю жизнь. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 8 по 16 стих. Одних коринфских христиан беспокоит вопрос, вступать ли в брак, а других уже состоящих в браке, разводиться ли им с неверующими супругами, чтобы полнее отдаться служению Богу. Павел ссылается на учение Иисуса о браке и объясняет, что брак до тех пор, пока смерть не разлучит нас. С кем бы супружеские узы не связывали нас, Павел наставляет тех, кто в браке с неверующими, не оставлять их и пытаться привести Господу. Тем же, кто еще не вступил в брак, Павел советует этого не делать, если они в состоянии не поддаваться с сексуальным искушением. В конце концов, и брак, и безбрачие – дары от Бога. Нельзя сказать, что одно хуже другого. Каждому надлежит принять свое призвание от Господа. И супружество, и безбрачие – Божьи дары. Одно не выше другого. Если вы состоите в браке, посвятите время молитвы и благодарности за мужа или жену, потому что это дар от Бога. Молитва дня Господи, помоги мне бороться с похотью и искушениями в сексуальной сфере. Не дай мне пренебрежительно относиться к дару супружества или безбрачия ни в собственной жизни, ни в жизни других людей. Помоги мне всем сердцем искать Твои воли относительно моей личной жизни. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...